Ну, немного развлечений, трюки на крифоне. Умеете летать вверх ногами? Очень просто. Лобысь, и полетел. Опачки. Вертикальный полет просто. Хочу познакомить вас с уникальным кластерным сервером от проекта Аркор. Капитализм. На котором я как раз сам игра. Сервер открылся совсем недавно. Рейта Икс 2, отзывчивая администрация, бонусы новичкам и трайбам. Это сервер для ценителей классического арка с приятными дополнениями. Добро пожаловать. Привет всем любителям Арк Сурвайвл Волл. С вами Рьюрс. Мы продолжаем играть на сервере Аркор. Капитализм. Карта Айланд. Мы сейчас находимся. Это наша первая база. Давайте покажу, что у нас изменилось здесь. У нас добавились животные, которые несут нам яйца. Эти яйца нам понадобятся. Но яйца Дила нам понадобятся для анкилозавров. Будем томить топовых. Яйца Скорпиона понадобятся для рексов топовых. Ну и яйца Рексов для Кицалий. У нас до сих пор нет Кицалий. Мы что-то подумали, что он нам не нужен. Но теперь что-то, блин, по-моему, нужен нахрен все-таки. Кицалий это самое такое весовое животное. Никакая Виверна не сравнится по вместимости с Кицалем. Так что было принято решение все-таки притомить Кицалия. На первое время маленького левела. Тем более мне выпал случай в прошлой серии седло на Кицале. Можно его не крафтить. Также нам выпал рецепт платформы на Кицале. Как вы знаете, платформа делается с 97-го левела. А мы теперь можем сделать ее, в принципе, уже сейчас. Давайте покажу. Вот такое вот седло у нас есть. И вот такая вот платформа. Она нам пригодится сегодня. И седло, и платформа. Я буду томить Кицаля соло. При помощи Грифона. Ну и, собственно, ловкости рук, которые у меня нету. В общем, посмотрим, что из этого получится. Отправляемся к Красному Обелиску. Там чаще всего их можно встретить. А, да, забыл вам показать, кстати, виверночку новую. Эта виверна досталась нам от слияния трайбов. Зовут ее Дрога. И на ней надет скин. Зомби виверны. Вы зацените просто, как это выглядит. Охренеть. Такая брутальная. И при этом страшная. И мерзкая, и противная. И охренительная. Все это одновременно. Кожа свисающая. Ошметки. Гниль. Кости. Но это жесть. Давайте пролетимся на ней. Немножечко. Покажу вам ее. Ох, зацените. Это фаер виверна. Скин такой стоит, по-моему, 6 тысяч монеток. В магазине, может быть, цены изменились. Но это та же самая огненная виверна, только вот с таким вот замечательным скином. Ну все. Про виверну хватит. Пойдем возьмем нашего любимого грифона. Без которого, как без рук. И пойдем томить. Чертова кицаля. Которого, по идее, нужно приручать сразу, как только у вас появляется такая возможность. Ну, мы что-то провафлили этот момент. Особо в металл не решили не выходить. Но все-таки сейчас, я думаю, настало время, когда нужно заботиться уже об обороне. Как видите, у нас тут органика натыкана. Органики мало. И нужно делать все металлическое и ставить турели. Чтобы поставить турели, нам нужна куча металла. С другим проблем у нас нет. Жемчуг мы собираем на выжженных землях. Пасту можно собирать с бобрейных хаток, либо здесь, либо на карте Рагнарёк. Ну что ж, полетели к красному обелиску. И начнем поиски кицалей именно оттуда. Может быть, по пути какой-нибудь с третьим. Я сегодня видел 15-го левела. Думаю, мне такого будет достаточно за глазища просто. 15-го левела. Томить его буду на прайме. Киблы не хочется на него тратить. Обойдется. Так, кстати, надо вот так сделать. И яичко Рекса тоже переложить сюда. Взяла с собой дротики. Есть у нас такая вот замечательная винтовка желтая. Уже немножко поюзанная. Ну да ладно. Арбалет. И стрелы для этого арбалета. Пока что я зарядил обычные стрелы. У нас еще есть сотка таких стрел. Сейчас попробуем сделать это соло. С грифона можно же стрелять. И будем стрелять по кицалю. И лететь и догонять его. Все, отправляемся. Нужно было еще взять зимние шмотки. Вдруг он поедет в зиму. Ну, если ничего не поменялось, то кицали всегда идут в центр карты. То есть, в секвойку. Я думаю, ничего не... Барашек? Это же барашек. Барашек. Блин. Главное, чтобы тебя никто не ушатал. Будь здесь, барашек. Будь нахрен здесь. А, уже на него... Уже летит на него. Я знаю, я на Виверне сейчас прилечу. Схвачу его. Притащу к себе домой. Пускай он в загоне стоит. Все, так и сделаю. Как раз полетаем на этой замечательной Виве. Вот в этом скине. Ну, блин, ну прикольно выглядит же. Подожди. Какая-то ты бестекстурная, не? Или кажется так? Ну-ка, стой. Не, вот, все. Текстура есть, хорошо. Все, летим за бараном. Где-то здесь, неподалеку. Также, смотрите, что еще взял. Взял с собой кожу. Взял с собой волокно. Буду сразу крафтить шипы. И с шипами его загоражу. Этот кицаль нам пригодится в будущем для поимки других кицалей. Чтобы просто сделать на нем ловушку. Загнать туда кицалия. И притомить его в этой ловушке. Сразу в воздухе. Это, думаю, будет отличная тема. Приручение сразу станет легкое и непринужденное. Так, как мы любим. Вот он, барашек. Ну, иди сюда, родненький. Оп. Погнали. Классическая ситуация. Виверна ворует барона. Вот так. Блин, ну какая же она брутальная. Я хочу лайтинговую виверну. И поставлю на нее вот такой замечательный скин. Яйца лутать мы будем, скорее всего, в следующей серии, ребята. А может быть и в этой. Посмотрим, сколько будет этой серии идти. Хочу себе топовое лайтинговое яйцо. Высижу. Думаю, пожалуй, одну виверну всего лишь. Потому что здесь они растут так же четверо суток, как я понял. А может быть, двое суток. Если здесь Х2 на выращивание стоит. Ну, что на официалке Х1 на выращивание. Если здесь сделали Х2, то, блин, за двое суток можно и высадить. Высидеть себе виверну. Не знаю, будет ли это 100% импритинга. Скорее всего, будет процентов 80. Потому что хочется по ночам спать. Ой-ой-ой. Не туда загнал барана. Вот сюда надо тебе. Как-то. Как бы так. Куда? Оп. Да. Зайди. Зайди туда. Зайди. Есть. Все. Отлично. 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 Хорошо. Все. Идем на поиски кицалей. Все. Мы на Красном Обелиске. Сейчас будет самое веселое. Где же обитает Кицаль на Красном Обелиске? Ну, во-первых, вокруг Красного Обелиска он летает. Во-вторых, на острове. Похожем на Иньян. И также он может улететь и на плато деревни. Подписую его. Там, где обычно мы строим свою деревушку с подписчиками. Примерно он на высоте начала Красного Обелиска летает. Сегодня я его видел здесь. Так что, думаю, далеко бы он не улетел никуда. Если, конечно, его никто не гнал. Ладно, как найду, так сразу вам сообщу, ребят. Отлично. Нашел кицаля. Давайте посмотрим левел. 20-й. О-о-о. Все. Хорош. Так, половина стамины есть. Окей. Пошла жра. Не попал. Бывает. Куда снижаешься? Лобысь. Разульку тебе. Прилетела. Еще разулечку. Ой, какое-то же изи-приручение теперь. Кицалей. Раньше, как минимум, нужно было два человека. Хотя есть способ для соло игрока. Это ставить птера на агрессив. Точнее, атаковать эту цель кицаля. Какого-нибудь лоу-левельного птера. Цепляться к нему крюком. Лететь все это время и стрелять по кицалю. Как вам такой способ? Но есть вероятность, что крюк оборвется. Так что хрен его знает. А это вообще изи-бри-изи просто. Блин, он сейчас и пойдет в воду, походу. Куда-то тебе погнать будет в другое место. Нет, надо это делать. Остановиться. Нет, не так. Окей, догоняем, догоняем, догоняем. Из-под выперды как-то они стреляют. О, так впритык тебе. Будем нашмаливать. Сука, мимо пролетело. Главное, что ты сейчас упал куда-нибудь в нормальное человеческое место. Желательно к нам в горку. Давайте развернем вот сюда. О, хорош. Вырубился. Не в воду, не в воду. Тихо, тихо, тихо. Я вообще нихрена не вижу. О, господи. Ладно, делаем обычные шипы. Быстрее. Выкладываем топор. Фух. Сука. Уходи. Уходи. Вот, да. Блин, мишка, нет. Вот сюда, 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 ко мне. Ко мне, ко мне, ко мне, ко мне. Потап. Хорош. Сука, такой туман жесткий. Вынимать еще и карно, блин. Все, делаем шипы. Быстро. Это надо делать быстро. У нас же все есть. Да, только рубить. Блин, почему бить за полу не взял с собой с выжимки? На основных три или четыре штуки. Отлично, отлично, крафтись. Рыбка большая, маленькая. Главное, чтобы тебя не сожрали. Все, больше мне от тебя ничего не натреться. Главное, чтобы не сожрали. Так, там угроза с той стороны. Мы, пока, заделаем тебя вот так. Раз. Два. Три. Четыре. Пять. Все, хорош. Вот здесь место для грифона сделаем. Чтобы ни захода ничего не было. Тупо. Тупо грифоном. Блин, там резинка. Быстрее, 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 крафти. Что-то я разошелся прям. Все, думаю, здесь можно заворачивать уже. Нет, не бейте его. Сволочи. Ты курица. Все. Вот этот, вот этот, не, доставим этот камень. Ничего страшного, думаю, не будет. Все, смотрим. Что там с наркотиками у тебя? Уже надо подкармливать его. Твою мать. Закормим тебе вот так. И... Еда как быстро у тебя уходит. Слушай. Вообще классно. 20-го левела, правда. Ну, думаю, она обсойдет на первое время. Так, ну все, с наркотой поняли. 20-го левела. Посмотрим, сколько на него нужно баранины. Ссылку на тамин калькулятор буду в описании. И смотрим, сколько на баранин. 30 минут будет на баранины томиться. И 9 киблов, серьезно. 18 баранины. Ладно. Томим. Хлобысь. Резинка. Блин, тебе надо... Надо, короче, тебя отвезти отсюда. Пойдем за мной. Давай за мной, за мной, за мной, за мной, за мной. За мной, за мной, за мной. Пока. Какое здесь суровое место. Это просто трындец. Это просто, твою мать, трындец. Все. 30 минут куколать здесь теперь. Ладно, выставим все наше обмундирование на те места, на которых она стояла. Здесь у нас был GPS-ник. Здесь вот так. И кирочка, на всякий случай. Э. А где место подплыст? Я не понял. Вот здесь будет хвост. Все хорошее. Ну что. Ждем 30 минут. Попробуем что-нибудь за это время сделать. В принципе, можно было баранину уже разделать. Хотя нет, она протухнет. Ну вот так. Хорош тебе. Ладно, пойду караулись. Нашелокий целька. Ну, немного развлечений. Трюки на крифоне. Умеете летать перед ногами? Очень просто. Хлобысь. И полетел. Опачки. Вертикальный полет просто. Сука. Он что, вверх так летит? Быстро. Что наоборот? Камеру меняем. И он меняет свое положение. Хлобысь. Зависли. Вот так. И все. И он зависнет вместе с вами в таком же положении. Но постепенно он приходит в норму. Переворачивается. Ну, а по сути... Сука. Воздушный акробат. Красиво. 500 еды у него уже практически упало. Я думаю, время рубить барашка. И оставшееся время он уже будет приручен. Пока мы везем прайм. Пока туда-сюда. Пройдет время. И он приручится. Вот такой вот изичный способ приручить Кецаля при помощи Грифона. Изи-бризи. Где там наш барашек? Обсиди, родимый. Ну, недолго тебе осталось сидеть. Ой. Что такое? Нет. Нет. Сука. 170 баранины. Отлично. Я уже думал, он сейчас всю баранину сожрет. Вот тупырь. Вот тупырь просто. Ладно, летим обратно кормить Кецаля. 170 баранины, твою мать. Что с ней делать-то? Но он его покушал немножко. Здесь куча альфачей. Обитает. Здесь альфа-раптор ходит. Там неподалеку альфа-рекс тусуется. Я думаю, мы их после того, как приручим Кецаля, пойдем и убьем. И прокачаем, собственно, этого Кецаля. Таким образом. Но нам нужен будет еще один человек. Лена сейчас находится на выжженных землях. Она строит загон. Который вы видели в прошлой серии. Вот, пожалуйста, альфа-рекс тусуется. Как бы так сделать-то? Я знаю, что мы сделаем. Возьму лена мы пойдем убивать червей. Опа-опа-опа. Кто такие летят? Опасно. Вольф-тим. Вольф-тимы. Вольф-тимы. Видимо, хотят построиться здесь, либо... Фармят металл. Редиска. Ситоша. Ладно, летим дальше. Фармят металл они все-таки. За что я не люблю Айланд? Так это за этот постоянный туман бесполезный. Какого хрена вообще происходит? Нахрена нужен? Так. Восемнадцать баранины нам надо. Берем мы, значит... Ну вот, тридцаточку сразу положим в тебя. Да и все. Чтоб попросторнее тебе было. А не много. Вот так. Ой. Семена так семена. Угу. Ну и немного наркоты тебе вот эти 17 скормим. На 68% он только приручился. Нет, смотри, на 70. Ну еще осталось минут 10-15. Этот ворюга поднимется. Через сколько протухнет? Через 32 минуты. О, как раз. Все будет хорошо. Так что он приручится. Я пока поставлю на паузу. Не переключайтесь. Вот так вот он. Смотрите, ребят. У меня вот такая вот проблемка в игре есть. Видите, как выглядит? Собственно, детализирована эта броня. И как она выглядит на мне? В привычном состоянии от третьего лица. Как от этого избавиться? В настройках у меня не стоит низкой прорисовки. Упрощенной анимации не стоит. Но, блин. Вот. Режим К. Вот так я выгляжу, да? От третьего лица. А должно быть вот так. Как сделать, ребята, чтобы постоянно ваш персонаж был сверх детализированный? Мм? Мм? Так же намного круче выглядит. Как вот сделать? Если кто знает, напишите, пожалуйста, в комментариях. Как это исправить? Такую проблему на эпике выдает то же самое. Такая же картинка. То есть, вот такая. Даже на эпик графике. И так с каждой, с любой броней. Штурмовая, тег броня и так далее. В общем, всегда одна и та же картина. Ну, как-то так. А тем временем Пицалю осталось сколько там. Ну, раза два покушать и мы отправимся домой. Так же еще нужно будет зайти на Рагнарог и забрать оттуда анкилку. И покажу вам базу, собственно, где она стоит и что с ней происходит. Последний раз осталось ему покушать. Там микрораптор бьется в конвульсиях. Блин, я забыл своего микрораптора. Эх, наплечного. Старшего забыл, старшего. Но зато у нас есть Скайран. Скайран нас поддержит в любой ситуации, да? Какой же взгляд у тебя безумный. Особенно вот так. Господи. Что с тобой? Все хорошо? Ну, все хорошо. Последний раз покушать. Последний. Блин, там Терезинка. Надо ее убить. Надо ее нахрен убить. Она в любом случае подойдет. Что, не сдохла, что ли? Топовая, что ли? 15-го левела я не сдохла с одного удара? Серьезная будешь? Как только он съедает, мы сразу снимаем все постройки вот этим замечательным демоганом. На правую кнопку мышки можно его переключить в другой режим. Демолиш мод. И он будет демолишить. А не пикапить. Не подымать. Так, кто это? Олень. Добрый день, олень. Давай, кушай уже, да я пойду на выжимку. Нам еще столько дел сегодня делать. Отлично. Отлично, ребята. Ну что? С вас имя для этого красавца. Как обычно, оставляйте в комментариях свой вариант. А в одном из следующих роликов мы выберем понравившийся. И назовем этого чудесного кицалика вашим именем. 29-го левела. Ну, хоть какой-то. Пойдем до базы. Седло на тебя надо приодеть. Поехали. Красивый такой. Какой же он здоровый. Интересно, когда-нибудь добавят в будущем что-нибудь наподобие титана, только летающее. Было бы круто. Такое летающее животное, которое томится на сутки. И которое можно будет встретить там на Айланде, еще где-нибудь. Будет летать, кружить. А мы будем за него бороться. Ну, либо его убивать и получать с него кучу опыта, как делают с титаном. На титанах очень быстро можно прокачаться. И можно в теории даже одним грифоном его размотать. Правда, это будет очень долго. Если вы в нем застрянете, то он вас убьет с трех, с четырех плюшек. Потому что у грифона нет брони и очень мало хп. Ладно, ребят. Я полетел на базу. Приоденем этого кицелька и отправимся уже на выжженные земли. Все, я на базе. Давайте кицелька посадим. Сиди. Посмотрим его остатки. 800 веса. Блин, очень мало. Шипы, наркотики. Баранина пускай здесь будет. Я его даже жарить, наверное, не буду. У нас ее, в принципе, достаточно этой жареной баранины. И она больше нам... Ну, вряд ли она вообще понадобится нам, жареной баранины. И для чего там. Все, берем сиделка для него. Сюда, сюда. Наркотики нам тоже не нужны сегодня уже больше. Все это выгружаем. Стрелы. И вот это тоже барахло выгружаем. Берем седло. Отправляемся сейчас до обелиска. Надо было его в луче в каком-нибудь первом попавшемся выгрузить. Атакую цель. Нет, нам такая не нравится. Позиция твоя. Держи. Ну, седло даже одевать не буду. Я оставлю его в себе. И отправлюсь просто на обелиск. Надо было даже седло себе взять. И сразу... Ну, хотя лишнее барахло выгрузили. Тоже неплохо. Все, полетели. Либо на обелиск, либо лучик по пути найдем. Лучше на обелиск, потому что здесь все усеяно альфачами. Только ты садишься, они сразу на тебя, сука, летят. Все, я полетел. Все, ребят, я на обелиске. Выгружаем этих животных. Я все из них выгрузил. Блин, яйцо от собой взял. На Рекса. Нужно будет что-то с ним сделать. Ладно, я сейчас его на Рагнарёке, скорее всего, остану. Оставлю, потому что нам нужно сначала на Рагнарёк взять оттуда анкилку. А потом уже тусоваться на выжинку. С этим анкилой. Китсалем. И там уже фармить. Едем. Отлично, я на карте Рагнарёк. Вот так выглядит наша еще одна база. Ищем анкилу. Анкила, скорее всего, в доме. То, что в доме, показывать вам не буду. В общем, так посмотрите. Турельки стоят. Рексы. Все как надо. Все. Идем на анкиле. Да, обелиск. Анкилка у нас 219 левела. 366.9 урона. Нам такой хватит за глазища на первое время. Все. Отправляемся в путь. Загружаем еще и обелиск. Седло я с нее снял. Все хорошо. Ну все. Путешествуем теперь на выжженные земли. Ресаемся на синем обелиске. И все это дело выгружаем и идем до базы. Отлично. Я на обелиске. Блин. Тут молния херачит. А у нас и тряк не хочет работать. Нужно что-то с этим будет сделать. Ладно, выгружаем существ. Кицалек. Анкилка. И грифон. На кицалька. Надевается у нас седло. Мы его седлаем. Хватаем анкилу. Свистим грифона. И летим до базы. В кромешной, сука, тьме. Ну, эта тьма исправляется таким образом. Еще бы вспомнить, где находятся базы. О, господи. Как же уродски выглядят эти молнии. Хотя нет, слушайте. Показалось. Показалось. Довольно неплохо. Это из-за гамма, это кажется. Ну, ладно. Лечу до базы. А, все. Спускаемся до нашей базы. Как видите, загон строится. Дом расширяется немножко. Вот там, где стоит буревестник, там будет новый дом. И анкилка. Для анкилки, кстати, тоже имя придумываете, ребят. Как видите, она не названа еще никак. И думаю, имя вы ей подскажете хорошее. Я на вас надеюсь сидеть. Ну, все. Пройдет буря, и мы отправимся прокачивать этого замечательного кицаль-куатля. Минутка милоты. Ну, думаю, хватит. Пойдем. Пушистик. Ну, скажу, конечно. Ну, все, Лен, говори. Четыре утра, конечно. Ну, в четыре утра, почему нет? Почему вот здрасте мне сказать, говори. Ну, здрасте. Не здрасте, а здравствуйте. Ну, здрасте. Вот другое дело. Ну, пойдем, Лен, покачаем немного кицаль-ка. Тебе нужно будет просто сидеть на нем и летать за мной, и все. Подожди, я возьму водичку. Ну, немного развлечений, трюки на крифоне. Умеете летать перед ногами? Очень просто. Лобысь, и полетел. Опачки. Вертикальный полет просто. Хочу познакомить вас с уникальным кластерным сервером от проекта Арккор. Капитализм. На котором я как раз сам играю. Сервер открылся совсем недавно. Рейт и Х2. Отзывчивая администрация. Бонусы новичкам и трайбам. Это сервер для ценителей классического арка с приятными дополнениями. Добро пожаловать. Привет всем любителям ARK Survival Wall. С вами Рьюрс. Мы продолжаем играть на сервере Арккор. Капитализм. Карта Айланд. Мы сейчас находимся. Это наша первая база. Давайте покажу, что у нас изменилось здесь. У нас добавились животные, которые несут нам яйца. Эти яйца нам понадобятся. Но яйца Дила нам понадобятся для анкилозавров. Анкилозавров. Будем томить топовых. Яйца Скорпиона понадобятся для рексов топовых. Ну и яйца рексов для кецалий. У нас до сих пор нет кецалий. Мы что-то подумали, что он нам не нужен. Но теперь что-то, блин, по-моему, он нужен нахрен все-таки. Кецалий это самое такое весовое животное. Никакая виверна не сравнится по вместимости с кецалем. Так что было принято решение все-таки притомить кецалий. На первое время маленького левела. Тем более мне выпал случай в прошлой серии седло на кецалий. Можно его не крафтить. Также нам выпал рецепт платформы на кецалий. Как вы знаете, платформа делается с 97-го левела. А мы теперь можем сделать ее, в принципе, уже сейчас. Давайте покажу. Вот такое вот седло у нас есть. И вот такая вот платформа. Она нам пригодится сегодня. И седло, и платформа. Я буду томить кецалия соло при помощи грифона. Ну и, собственно, ловкости рук, которые у меня нет. В общем, посмотрим, что из этого получится. Отправляемся к Красному Обелиску. Там чаще всего их можно встретить. А, да, забыл вам показать, кстати, виверночку новую. Эта виверна досталась нам от слияния драйбов. Зовут ее Дрога. И на ней найдет скин. Зомби виверны. Вы зацените просто, как это выглядит. Охренеть. Такая брутальная. И при этом страшная. И мерзкая, и противная. И охренительная. Все это одновременно. Кожа свисающая. Ошметки. Гниль. Кости. Ну это жесть. Давайте пролетимся на ней. Немножечко. Покажу вам ее. Ох, зацените. Это файр виверна. Скин такой стоит, по-моему, 6 тысяч монеток. В магазине, может быть, цены изменились. Но это та же самая огненная виверна, только вот с таким вот замечательным скином. Ну все. Про виверну хватит. Пойдем возьмем нашего любимого грифона. Без которого, как без рук. И пойдем томить чертова кицаля. Которого, по идее, нужно приручать сразу, как только у вас появляется такая возможность. Ну и мы что-то провафлили этот момент. Особо... Ну вот в этом месте должны быть червяки. Пока ни одного не видно. Я полетаю и приведу его к тебе. Наверное. Но это не точно. Блин, хоть бы дождь был. Вот, пожалуйста, вон червяк появился уже. Все, Лен, лети потихоньку. Вот, бежит, бежит, червячок. Я веду его к тебе. Я возле синего луча буду. Вот у меня видишь. Да. Все отлично. Ах, блин. Вытаскиваю его тогда. Лети ко мне, Лен. Ты же меня видела. Так, подожди, я не могу. Мне надо посидеть, да. Окей. У меня тоже стамина. Я отсижу, жду, пока она восстановится. И червячок. Блин, сейчас, походу, будет песок. Дождь. Я иду к тебе. Давай. В смысле, лечу. Все, вызывай его. Давай. Давай. Какой он у нас страшный. Да ну, красивый. Ой, он может быть красивый. Милаха такой. Пальчик. О, супер жара, нам повезло, Лен. Мы же в крутых костюмах. Нам супер жара, они вообще не страшны. Да ты, сука, ну куда ты ж ты попал-то? Вниз-то полез. Ой-ой-ой, больно. А ты что спрятался-то сразу? Дурачок, что ли? Ну, жарко. Прячется сразу, да? Потому что жарко. Жбантливый. Давай, взлетай. Ну, взлетай, ну. Во. Он скоро сдохнет уже. Да, там видишь, чуть выше взлетаешь, он все. Он уже прятаться начинает. Последний удар. Сучка. Спрятался. Нет, не последний удар. Сейчас не последний удар. А вот сейчас последний. Отлично. Все. Сколько получила? 22. Во, хорош. А прокачай полторашку стамины ему. Хотя нет. Качай все в бес пока что. Стамины потом мы будем качать. Кана ему не нужна. Все. Я позахилиюсь немного. Что качать своим персонажем? Да я хп, наверное, буду дальше тянуть. И похилю немного своего грифончика. Алина записку берет. Оп. Сейчас еще сильнее кисали качнем. Поиски червей по текстурам. Гадания по слюне дела. И ворожба по запискам. Первый проходца. Все это и многое другое без регистрации и смс. Прямо сейчас. Ну что, червей пока не видно. Сделаю еще кружочек. Скорее всего возле барьера грифнутся. Сучки. И быстренько убьем еще одного. И думаю, хватит с прокачкой. Чуть-чуть я совсем рядышком. Ну вот, отвлекай его на себя. Машину руками, блядь. Эй, 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 я тоже. Кричи ему, червь, червь. Червей, червей. Такую бить может. Ой, мамочка. Страшно. Красавица ты какая. Фу, гадость. Знаешь, как пьярка. Вот, на него рыба, наверное, хорошая клюет. А он камень. Да не. Это он так балуется. Это он тебя кусается. Да, есть такое. Мощный человек. Мощный человек. Мне главное, чтобы стамины хватило. Это он. А, это он. Смотри. Смотри. хорошо красиво получилось сколько ловов 45 монетки все-все в стамину пускай да я посмотрю характеристики что нам вас накачать 2 700000 стамины 2000 хпм хп ты не качалки и правильнее дело не надо было 2 700 2 700 весов я нам пока хватит за глаза все остальные поинты будут ему качаться только из стамины ему хватит больше 1000 думаем перебор все летим на базу все мы летим на кицалин ангеле фармить металл пойдем вот на эту гору она уже проверенная мы на нее уже летали уже фармили на ангеле урон конечно качать учу еще только урон вот такой вот фарм незамысловатый кицалин киллор делают свое дело как видите можно даже с двадцатым кицальком неплохо так фармить и все у вас будет получаться надо летим на базу разгрузимся сейчас по быстрому и поформим уже за кадром остальное а мы тут пришли кактусов порубить немножко бензопилой бензопила это самый эффективный добытчик просто дерево соломы мясо ну и прочего всего чего все что она может добывать она добывает эффективнее всех что может быть лучше чем мамонт в пустыне твою мать выгрузила значит мамонта и пошла песчаная буря я не могут забрать на кицале я иду пешком до дома по пути нарвался на голема он чуть его не размотал нашего замечательного мамонта пришлось мне слазить с мамонтов а ловится собой и тогда только смог убежать от голема так бы он меня убил нахрен потихоньку иду до базы если найду где она находится расцвело бы сейчас точнее буря бы прошла бы я нашел уже где находятся базы и думаю меня бы забрали все было бы круто весело и обалденно как мы любим да веселый денек у нас тут полным ходом идет стройка поставили ему печку перенесли из карта рагнарёк и воткнули сюда здесь у нас плавится металл уже почти переплавился весь сейчас будем делать еще одну печку чтобы вернуть ту на рагнарёк также еще одну печку чтобы поставить он island чтобы везде короче были эти печки чтобы не таскать и каждый раз также здесь у нас что переделывается дом расширяется вот старая часть дома ее тоже будут переделывать здесь будет скорее всего теплица или что-нибудь типа того здесь у нас идет уже новая часть тут как видите холодильники стоят кухонка но здесь уже начинаются эти станки химстол который мы ставили делали в прошлой серии либо в этой серии уже не помню ну в общем все вот как то так здесь рабочая зона и здесь загон для животных для будущих виверн такой замечательный большой просторный загон мод из плюс позволяет делать красивые постройки и зацените здесь что делает лена она сделала такие вот окна а внутри стоит печка либо костер какой-то по моим костер даже под расположен и эти окна буду таким то образом гореть офигительно офигительно ребята и здесь загончик небольшой у нас сосуды стоят для соли и термошкафы также здесь тушканчики живут и другая всякая маленькая живность такие вот дела что ребят настало время называть наших животных пойдемте назовем тушканчиков в этой серии кицали назовем ну кицальным как мы приручили в этой серии назовем следовательно в следующей либо через серию еще погнали в комментарии для тушканчиков для грифов придумаем ваши имена четыре тушканчика у нас есть и собственно два грифа также для других животных можно придумать имена я посмотрю в комментариях может быть вы уже какие-нибудь предложили варианты для других каких-нибудь животных ну что ж поехали одного грифа мы назовем горбун предложил его кирилл белов называем 1 горбун горбун отлично а им радиоактив предложил назвать любое животное но будет это у нас грифон кумыс назовем его кумыс почему бы пускай будет кумыс кумыс лобысь скидываем котейка предложил назвать скитался и кисточка но выберем имя скитался для одного из тушканов да блин и туда ушел а заблудиться здесь нахрен можно в лабиринтах в этих назовем одного из скитался вот допустим допустим вот этот пускай будет отлично да и 3008 предложил назвать сухарик одного из тушканчиков назовем вот этого сухарик отлично ну еще одного тушканчика назовем беляк предложил имя зеро беляк отлично все животные названы так что придумайте другие варианты имен у нас смотрите колобок есть фиомия мамонт анкила кицаль марилатопс конь еще один колобок ну все пока по животным скоро появятся виверны так что накидывайте варианты своих имен и будет все круто и обалденно сейчас мы хотим поставить еще два сейфа для этого нужно нам знаете что сделать для этого нужен полимер металл уже наплавился большое количество его поехали в пустыне долбить полимер все просто с полимером здесь вообще никаких проблем нет если будет еще репликатор то мы сможем и супер здоровенные рецепты делать которые требуют до хренища полимер например какие-нибудь штурмовые даже сможем замутить ну что ж осталось найти только нам этих чертовых богомонов где же они обитают хрен их пойми обитают они в этой пустыне вот я уже вижу и просто грифоном их добываем самый верный способ фармить полимер это приручить москопса себе и прокачать его в добычу полимера ну и собственно в урон и в добыче полимера плавусь убиваем и возить с собой и пускай он разделывает тушки этих чуваков по 300 полимеров среднем будет он добывать а так я добываю до 70 вам максимально 80 с одного удалось мне выбить грифоном но все равно хоть так в будущем может быть когда-нибудь сделаем ферму для фарма полимеров при помощи анкила и москопса ладно я полетаю дальше поищу и включусь уже когда будем крафтить собственно эти замечательные сейфы сейфы нам зачем они нужны чтобы хранить них ресурсы они большие просторные есть модельку им уменьшили так что можно их поставить практически в любое место они теперь занимают один фундамент и это очень круто раньше не занимали 4 фундамента сейфы офигительные и на эти сейф еще можно цеплять картины вешать лампы в общем все что вешается на стены можно повешать и на отлично два сейфа готовы все скрафт или сейчас ли она будет их ставить ну еще полимер осталось это переборщил с полимером я наверное пойду починю все пиво нашу что же ребят давайте на этом завершим серию сегодняшнего он ли она уже ставит сейфом всем спасибо что смотрели с вами был рирс играли мы на сервере арккор капитализм карта выжженная земля ну немножечко на айленде сегодня побывали приручили кицали придумайте для них имя приходите играть на сервер ссылочка в описании круто весело и обалденно подписывайтесь на канал ставьте лайки не забывайте рассказать про это видео друзьям вступайте в группу вконтакте приходите на трансляции всем счастливо всем до новых встреч